по сути она сейчас уже пошла и я сейчас хочу подождать пока не запустится на ютубе чтобы действительно быть уверенным что все работает как запланировано ребят я написал сообщение слушайте пожалуйста как нас слышно о себя и как минимум слышу уже на ю тубе значит это хорошо у нас запаздывание где-то секунд 20-25 наверно вот скажите пожалуйста как у меня скорее всего хорошо слышно никит может что-нибудь из ребят нас пока не видит только слышит в общем да давайте подождем пока кто не напишется слышно нормально как обычно и после этого мы уберем заглушку привет звук есть скажи пожалуйста слышно ли было я никиту никита тише тише он что громко скажи чем техники так сейчас день попробую побольше сделаю на микро но вот сейчас должно быть нормально надеюсь после этого придется ждать 20 секунд пока по всему миру пролетит сигнал так тихо слышно сейчас тогда я на своей стороне тебя прибавлю еще давайте скажи чуть еще раз так раз два три раз два три да я тебя в разы лучше слышу теперь да как сейчас давайте знать еще пока мы со звуком ковыряем давайте я уберу заглушку чтобы привыкли к нашим лицам значит так давайте в общем да пока вы пишете сообщение я пока расскажу про платформу для тех ребят кто первый раз тут значит эти стримы посвящены знакомству с менторами для площадки ментор кампус это место куда вы можете прийти познакомиться с менторами выбрать направление в котором хотите развиваться воспользоваться экспертиза менторов вот вот я и туплю отлично значит кроме меня на площадке уже мне кажется с этого с этого года начали появляться другие менторы ссылка на площадку есть в подписи к этому видосу можете пройти посмотреть ознакомиться там есть ребят который занимается инвирой материалами пушками с никитой собственно мы сегодня знакомимся у нас будет встречать за персонажку вот на площадке также в дальнейшем планируется добавлять метров по другим направлениям поэтому обязательно двое текстов закладки также информация для потенциальных менторов если кто-то хочет присоединиться площадке пишите мне обязательно договоримся разместим и вы сможете делиться своими знаниями с всеми желающими так значит коротко расскажу просто сейчас как обычно проходит занятие это как правило либо один час либо пять часов можно на самом деле договориться на какие-то дополнительные опции в зависимости от того как вам и саму ментору будет удобно вот ну грубо говоря вы говорите на определенный созвон на час или пять часов по дефолту созванивайтесь шарить свою работу либо если у вас ее нету вы выбираете некий концепт вот и начинаете разработку момента вас провождают он помогает вам на определенных этапах он может вести как полностью вашу работу от начала до конца помогать вам вот так же он может поделиться с вами знаниями из какого-то определенного ну этапа пайплайна скажем так вот если вы там у вас проблемы с текстурингом или у вас с маппингом или с бейком или с моделингом или с хай поле вот или в принципе художественные какие-то есть пробелы вот менторы у нас не ниже сеньоров поэтому они всегда то есть они про все этапы знают довольно много и и у них есть что про это рассказать вот наверное основную часть и закончил сейчас я вернусь посмотрю обратно никита скажите пожалуйста целом еще раз привет должно быть все хорошо да я думаю давай короче мы сейчас начнем потом в процессе если ребята скажут что какие-то траблы то давай так значит никита расскажи про себя пожалуйста чем ты занимался и чем сейчас занимаешься так в общем всем привет ребят меня никита зовут мне 25 лет вот получается как в школе я не так давно получается в 3d у меня только на самом деле от самого старта как я просто перо и планшет в руки взял через месяца два будет всего лишь три года просто получилось достаточно быстро закарабкаться вот куда надо коммерческого опыта у меня чуть больше двух лет опять же немного но просто получилось чего-то достичь вот получается откуда это все появилось изначально если мы уже об этом говорим да о чем в плане как оно началось да без проблем вообще то что лишь нужно может рассказать может про проект на которых работал который не подобное естественно там получается проектом за это время я уже успел поработать наверно в студиях 5 6 и параллельная где-то на портайме где-то на фрилансе все время сижу вот так что у меня обычно помимо фултайма к это еще загрузка есть как это все изначально начиналось получается когда еще в начале двадцать первого года если быть кратким я заканчивал 5 курс универа у меня отец был и есть бизнесменом я всю жизнь думал то что но мне не придется там 3d 6 или что такое я думал то что батя как бы все порешает а я и не против вот но почему-то за полгода до диплома он не сказал сынок короче я хочу чтобы все было может сделать все сам я как бы прифигел но потом как бы взял перо в руки да и получается за месяц совсем пошел на за много сидел до много сидел там по 10 по 12 часов каждый день это прям нравилось заходило потому что принципе всю жизнь как бы играл во все что ну из триплей очень сильно помогло то что ну на бумаге рисовал получается много когда-то ли до 14 до 15 потом бросил ну и моды когда-то на skyrim натягивал там ну какое-то базовое понимание там разрешение текстуры или что такое тоже было так с карими ты типа делал моды имеется ввиду полностью не паковал я их креешь нужно не использовал то есть я их просто скачивал я разбирал досмотрел я смотрел вам нет текстура нравится и это мне поставлю эту там не перепишу и короче как так и она просто все равно какое-то базовое понимание на сложила хотя быть текстурная или то что более полигональная мешка какая-то там тоже таким она она тебе много вообще дало то что ты занимался модингом грубо говоря ну типа вот разбирал вот эту историю я сказал то что 2d шка именно рисование в живую в 1000 раз дала больше чем базовое понимание модов просто это как микробонус назовем так вот получается я сделал двух персов в свое время они сейчас скрыты в портфеле их нет этого хватило чтобы мне тогда в двадцать первом году получается двадцать первом написали люди из того момента я в принципе путешествие по различным студиям вот их меняю вот как-то так уже довелось в принципе поработать над несколькими три пилеями в этих студиях из того что можно называть в принципе это armored core это для from software который дарцал сделают у них там такая серия есть серия она соживает потихоньку да я буду играть в списке есть диабло поделал как бы ну и остальное вроде как не могу называть поэтому поэтому да этого достаточно на самом деле вот сейчас я работаю как senior character artist в я в коем веке немножко работаю в мобилках на фултайме да но у меня по факту фул персы и но они мобильными становятся уже на этапе лоупольности до этого как бы это фултрушная хайполька и также я работаю как senior 3d artist не знаю как сказать но скорее на фрилансе чем на партайме в 15-18 вот там я как бы тоже периодически делаю какие-то таски когда мне позволяет там желание время и так далее вот в принципе это такой краткий экскурс кто такой я довольно много людей там я когда постил сообщение про стрим в контакте довольно много людей там отлайкала все это вот и в общем люди тебя да уже прилично знают на самом деле рисовки а для армад корт и чего делал конкретно ну прям мехов если это опять же не дашь на информацию там можно типа рассказать как был устроен pipeline если коротко если нельзя нельзя потому что японский мдф один из самых закрытых там короче ну мне кажется ли я и так не могу короче инопланетные технологии короче я люблю рассказать больше чем надо но прям вот коем веке здесь не могу но интересно было в любом случае да да но на самом деле ну да да как бы но там прям такие трушные роботы они знаешь похожи на каких-то таких когда мультик трансформеры был там 80-х там не помню в кидах бородатых но в общем такой у них дизайн это не мой любимый дизайн но как бы просто с кайфом поработать как бы нормально было но не чувствую естественно я вот как бы сайфай нормально но при этом конечно наверно по портфелю по всему остальному видно то что там медивил фэнтези как бы вот как бы туда дышим но сайфай тоже но а после файл какой стиль твой если ну так лишь армад корни твой чуть и больше нравится ну мне нравится если ты знаешь когда игра была на xbox 360 венкаешь короче называлась там не знаешь там там чувак на жопе ездит короче классный дизайн получается вот вот то что сходу почему ты вообще выбрал персонажку чему не другие направления не пропсы там не анимации не уже fx там окей ну получается для начала но мне никогда в голову особо не тыкал то что это модно современным молодежным просто опять же я когда рисовал будучи ребенком там юноши сидела я именно рисовал по дефолту прессов как бы да мне еще ну всегда нравилось когда у них какой-то знаешь грейдевый equip есть короче прокачался больше всяких там рюшечек штучек вот я да у меня даже не было как бы колебаний там куда пойти я прям но с первого дня знал что как бы вот сюда мне вот тянет как бы куда тянет туда и пойду потому что ну только должен быть дружный интерес чтобы что-то здесь как бы достичь вот как-то так поэтому вопросов не было это да в гендере без без огромной мотивации так просто не вышить до нашей жизни все едем да наш общий знакомый один говорит на хрена я пошел вообще 3d-шкой заниматься видишь новости там как как это называется политики зарабатывают просто что-то купил продал там перевез какой-то товар заработал по рулям и в общем да если хотите много много денег получать идите в бизнес да это не про 3d-шку то есть тут короче важный момент на самом деле когда говорят типа много денег получать это типа там миллионы в месяц грубо говоря да если вы хотите там типа апнуться просто с каких-нибудь там 20-30 тысяч там мире там 60 тысяч в месяц то 3d я тут прям хорошо туда пнуться можно не миллионы конечно месяц будут но довольно короче по сути это эти же вот заплаты не такие как у программистов вот но они близки вот ну да если кто-то интересовался больше получают что конечно гореть не будем можете повесить так ладно да давай тогда да кстати я на всякий случай скажу что вы можете писать вопросы любые вообще на любые темы не обязательно по 3d прям в чат мы будем отвечать кстати я посмотрю потом по сетям что-то писали или нет так как да вот интересно как ты начинаешь в целом работать на персонажем что тебя мотивирует что вообще первое приходит в голову перед тем как ты еще до того как ты начинаешь собирать какие-нибудь там референсы и мудборды там и и так далее вот типа с какой первый импульс тебя происходит только да я уточню это ты про персоналку говоришь или про продакшн давай так и так сначала давай про персональную работу про персоналку интереснее просто потому что я очень очень много трачу время на выбор рефа первое ну потому что он должен быть максимально мне нравится потому что он меня банально не заколебал там на протяжении там трех четырех пяти месяцев календарных продакшна сколько на него уйдет это первое второе то что я обязательно захожу в google в яндекс картинки пинтрест и загружают 3 и смотрю кто уже сделал по нему 3d-шку ира ну очень здраво оцениваю конкуренцию именно если чуваки которые уже там мега хорошо сделали это в 3d потому что если да то как бы если именно прям мега хорошо особо нет смысла и повторяться не хочу да и как бы в общем короче я такого так не делаю еще пожалуйста следите за избитостью концепта то есть плане я ну если у вас есть насмотренность просто в концептах персонажки вы эти концепты вы их наизусть знаете вы по факту 60 процентов 3d-шки которые выходят на ростейшни каждый день вы знаете с какого она концепта скорее всего будет и допустим избитые допустим дженерик азиатские девочки они кому-то могут нравиться ну как бы в общем сразу видно работу которые уже сделали много ребят я тоже вот как бы максимально стараться абстрагироваться то есть первое нет ли большой именно конкуренции что кто-то круто сделал второе не часто ли делать этот концепт в третьем нам просто тупо должен нравится и в четвертых в идеале ну вот просто он вы должны постараться получается объективно оценить интересен ли он чем-то от стандартного концепта у вас в голове да то есть как бы типа можете что-то новое привнести да просто какой-то коннект да то есть понятно что вкусы у всех очень разные но вот как бы я не знаю я вот как будто себя так оцениваю что я вижу что концепт такой дженерик в общем поэтому что-то интересное ищите и не стесняйтесь для персоналки спокойно неделю две-три да вообще сколько угодно просто это очень важно потому что от этого все дальше будет плясаться а недели две-три ты мечту эфа поискать да да просто с переменным успехом да то есть не нужно делать фальстарт как бы ой я все я сейчас буду делать это очень важный шаг и а вот еще самое главное пожалуйста занимайтесь сама концептингом очень мало то есть вот процентов 20-30 там если условно понятно что делать не прорисована спина на концепте да там нужно уже будет додумать какой-то элемент максимально нелогичный тоже руки и додумать но именно просто сочинять перса на ходу это просто выстрелся в колено как в скайриме да только из дробовика потому что за вас уже все придумали как бы хороший концепции у него чувство как бы всех этих золотых сечений там и просто всего вместе взятого как будто бы лучше чем у вас если вы там постоянно не 2d что не скетчите вот поэтому как бы лучше меньше сама концепта очень многое видел ребят которые на ходу что-то придумывали это и время продакшна занимает больше то одну сумку то другую там наклеишь короче пожалуйста выбирать концепты и додумывать этого чего не видно короче а у тебя ты говорил опыт типа художки на какой-то был ну да но я просто сам как бы от себя рисовал но опять же ты получился типа где-то или просто не соседел или сам сел с комиксов срисовывал с картинок мультики на паузу ставил там на 9 до срисовывал но не перерисовывал как под копирку именно просто отдельно то что вижу то и как бы с перспективой получается проблема была тогда вот но это ладно она все равно в общем огромный буст дала как 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 ты поправил потом типа проблемы которые ты видел как ты их правил потом ну да ну вообще в принципе тут же неважно как бы 2d или 3d что ты в принципе это восприятие форм да и если они она у тебя наружу то как-то надо это поправить вот какой у тебя путь типа исправления 2d жки просто получается оказывал знакомым который которым я доверял то что мы в 3d жки если у вас есть знакомые которые ну как бы немножко понимают да в то или ином направлении главное чтобы это было не мама и не папа они вас поправят и получается в 2d жки вы берете стерку стираете рисуете дальше или просто забиваете делаете рисовать что-то новое в 3d жки либо control-z либо переделать или я уже не понимаю на что я отвечаю но в общем вроде как да да момент такой ты рисовал получается на бумаге прям карандашом да да это какой-то осознанный выбор был или у тебя типа плашета не было нравилось да и ну нравилось как-то я смотрю но очень много читал комикс там человек паук был там x-men эти дела и как-то она мне нравились эти картинки бывало то что выпуски какие-то там варные черно-белые типа это еще больше нравилось по итогу я сейчас супергеройка вообще не люблю но именно как бы вот свое время она начиналась человека паука мы кстати да сейчас вот некий центр момент по поводу того чтобы писать каким-то ребятам которые уже ну достигли определенных высот да потому что я вот мы тоже до стрима еще с никита когда созванивались разговаривали про то что довольно короче подавляющее большинство начинающих художников да и не только начинающих страдают тем что им стремно кому-то написать вот я на самом деле это найти такое тихое большинство которое сидит и грубо говоря сами себе мешают от буст получить развитие потому что им просто от того что просто стрёмно написать кому-то или стрёмно скинуть свою работу и получить на нее фидбэк вот вообще ну как бы по большому счету когда вы персональными работами своими занимаетесь и этом продакшена особо сильно не касались у вас нет понимания того что когда вы придете в продакшен у вас каждый день практически будет с фидбэком вот вы будете сталкиваться с тем чтобы отправлять свою работу куда-то ну как бы вариант вариативно может быть каждый день может быть там пару раз в неделю зависит от того где вы там работаете вот вы все равно получаете обратную связь вот вам говорят что нужно куда подправить где вот что-то у вас ехала вот потому что без этого нету никакого развития вот я на самом деле еще такой момент один скажу если вы думаете что это только в начинающих то это не так потому что многие даже художники которые состоялись они там условно фрилансе когда работают они думают о ну все я теперь поработал начну вот этих на вот этих вот проектах я супер крутой и они как будто останавливаются какой-то момент в развитии и типа типа зачем я буду кому-то писать я и сам крутой типа вот и они выпускают вот этот момент взгляда со стороны тут даже не от скилла вашего может зависеть от того что у вас просто замыливается взгляд и вы что-то можете не видеть вот есть не бойтесь вообще никому никогда писать просто главное чтобы было вежливо максимально да даже самому там не знаю там джами дурабаева пишите в общем да вот вежливо тезисно их бы если он не ответит ничего страшного но скорее всего ну если человека будет на строе время он вам ответит я не знаю процентов 95 людей спрашивал на пути и по сей день там спрашиваю с радостью отвечают нормальный вопрос видно что у человека горят глаза там вот все везде всегда ответят все будет прекрасно поэтому главное вежливо потому что я хотел уточнить очень часто особенно после выкладки свежей работы пишут ребята и половина из них просто напишут эй братан как текстуры здесь покрасивее сделать то есть не привет там не мог бы ты подсказать не спасибо то есть короче прям это выбивает из колеи как бы меня уже не выбивает особо на просто я не понимаю как так можно написать и отвечать особо не хочется поэтому просто базовую субординацию а касаемо когда ты говоришь то что на работе фидбэк на работе фидбэк постоянно и короче какого бы вы там не были скилла грейда и там самоуверенности в идеале даже если что-то не нравится как бы лучше все равно оставаться типа humble person да то есть как бы принять послушать если надо там если уж совсем нагорело там с кем-то обсудить вот но как бы нужно быть очень открытым к этому фидбэку потому что до конца и края его нету как бы особенно на начальных этапах вот и в общем быть миренным нормально все слушать принимать и не бояться никому писать как бы каким бы не крутым чувак не был на ваш взгляд да еще хотел сказать что вот у нас ребята есть которые там сеньоры и выше и нам на самом деле довольно часто приходят проекты которые прям челлендж устраивают вот то есть как бы ребята уже много чего повидали уже много чего попробовали уже там куча сетов сделали уже в разных стилистиках там и триплейного качества и там чуть 2 а грубо говоря вот но когда приходят новые проекты они как правило они те еще больше бустят вот и у нас постоянно когда ретроспективы после этом какого-то проекта заканчиваются и у нас постоянно вот ну мы там разбираем и позитивный негативный всякий фидбэк который был в целом чтобы узнать там какие моменты улучшить вот ребят всегда говорят что вот типа вот здесь было круто это вот сном про фидбэки говорят вот они говорят классный был фидбэк он типа нас прокачал мы научились делать какие-то клёвые штуки они улучшили уже то что они умели и так на высоком уровне она стала еще круче вот поэтому даже если вы дорастаете на сеньора все равно вот именно вот в этом общении с разными художниками вы всегда узнаете что-то новое и еще один момент последний хотел сказать вы когда кому-то пишите вы не пишите одному человеку он вам не ответил и вы сразу как бы ручки опускаете пишите там десятерым сразу людям вот на встречу не натыкали крутых чуваков всем покидали можете копипастом просто текст сделать имя так менять вот и процентов 80 вам скорее всего не ответит и не потому что они там говнюки какие-то их может и говнюки вот а какие-то просто могут быть заняты вот и либо у них там такой список и инкам сообщений что они у вас в ваш теряются где-то вот пишите большом количестве не общему лишь мы сейчас здесь закончим на тему что мы заговорим как будто ну про незнакомых все время чуваков но они у вас просто органически выработаются ну там с опытом неважно там пока вы учитесь или пока вы работаете и у вас как бы будут там знакомые тиммейты чья как бы экспертиза будет достаточно высока если вы адекватно это оценивать и вот поэтому в принципе я когда выкладываюсь там какие-то работы выставляю я в кредиты вставляю там ну по четыре по пять по шесть человек там ребята которые там с которыми знаком которые мне помогали фидбэч или на каких-то этапах когда я уже там плыл или не понимал что делать да вот поэтому у вас появится компания если вы короче не не дебил да с крупной своей не закрываетесь все давайте закроем эту тему и придем дальше вопрос такой что для тебя вообще в целом было когда ты только начинал самое сложное наверное в персонажке давно батарея сейчас уже говорим вот и с чем ты до сих пор еще сталкиваешься с какими сложностями и как ты их решала и как нынешний решаешь и получается по сложности вначале ну сложно было все но как бы со как у всех но по факту пропорции получается общего шейпа персонажа да то есть как бы это была основной проблемой именно старте в помощь вам transpose мастер пожалуйста заходите там твикайте все дела вот сразу скипну наперед то что мне вот почему-то тех часть которые многих бесит retop uv бэйк особенно ритоп и вот она многих как бы подбешивает мне нравится мне нравится там квадратики вырисовывать хорошую топологию делать текстуре просто в окей а то чтобы было сложным и остается сложным это волосы неважно экзогеновые или плашковые вот на той же там драгонайте на девчуле которая в портфеле лежит я переделал их раз пять наверно чтобы они получили хоть какой-то удобоваримый вариант сложно что на плашках получается особенно смотря по такой шейдер вы делаете потому что в анриеле как будто попроще а в мормосете если вы еще рейтрейсинг включили вот там короче очень сильно палятся плашки особенно которые интерсекты с этом не трейтится как угодно можно называть вот очень монотонно очень рассудительно нужно подходить каждой плашечки вот это меня напрягает а x-ген просто сам по себе такой важный поле такой сложненький да как бы вот ко всему можно перенавостриться но тем не менее в общем это было что на начале сейчас по волосам поначалу еще как у всех наверно с анатомкой были как бы совсем проблем большие вроде ну подтянулся с как раз и как ты это подтянул пошел получается смотреть скота итана элитма скотта я уже не помню вот узнал как все это называется внутри как она что взаимосвязано друг с другом а потом просто много практики из раза в раз итерации но меня самый трэбл был типа именно с лицами с телом как будто не было и близко столько проблем вот и я на самом деле по сей день иногда сижу вот даже сейчас активно что-то иногда стаж это и это единственное короче то что я могу делать в стол то есть не для портфеля поскульптить какой-нибудь очередное личико для себя и никому это не показать чтобы на на работе или там для себя когда дойдет ну было не стыдно какие какие-то то есть и когда лицо но тренишь тебя какие-то определенные моменты в нем пытаюсь улучшить или в целом просто вот про про считывание форм и попадая первичные и самое главное вторичку я просто ну как будто именно со мной работает так то что я пытаюсь сделать многое и в короткий срок да то есть типа там по полтора по три часа максимум потратить как бы вот не знаю как назвать там спецкульт там не знаю скейт что угодно вот просто ну из взяли как бы без рефа уже сейчас да просто вот что из головы уложилась как бы на когда уже что-то посмотрел в общем да но сам говорю это наперед заскакивая если мы будем когда-то обсуждать ошибки новичков вот я сам хотел спросить что дел вот на самом деле что в телах что в лицах это в особенности что даже в обычном и клипе в обычном базовом ремне которых там миллионы персонажей сейчас еще персонажи из одних ремней состоят на в общем очень сильно вторичка короче просасывать если так можно говорить то что но чуваки накидали какие-то там базовые шейпы и сразу их покрыли детальками там царапинами морщинками там чем-то таким мелким они не удосужились сделать какую-то там доп фактуру там вы бугристость в контексте эквипа в лицах это отдельный разговор нужно вот надо чувствовать это вот очень тонкая материя и буквально если забьешь или недосмотришь то сразу пахнет зловещей долины и все человек не человек поэтому вот скричей попроще на скричей тоже отдельная штука я в нее не лезу вот как будто бы там чуть проще чем настоящий короче настоящих людей а у кричей тоже зловещая долина есть ну просто можно сделать некачественно как-то я не знаю она чувствуется особо вот не могу объяснить опять же не супер следующего ты в этом направлении не кричерника ты когда начинаешь делать персонажа ну как бы в целом и и тело и голову ты это делаешь прям с нуля или у тебя есть баланки изначальные какие-то как ты вообще советуешь на самом деле в принципе вся персонажка сейчас это 80 процентах семидесяти восьмидесяти это одежда да то есть и поэты и clip тело вообще практически никто никогда не делает то есть типа есть типа сканы есть бы смеши если нужно какое-то ну замудренное лицо ну с характером да там там уникальное вот то для этого есть либо вообще отдельный персонаж никогда который прямо хорош в лицах да может он не так хорош чем-то другом в общем кто прямо это любит вот у меня такой случай был как бы на работе причем неоднократно вот за это отвечает отдельный человек принципе да я хотел сказать что что мы сейчас буквально скоро договорим уже и у нас будет типа практическая часть никита постримит прикольные штуки я сейчас не знаю посмотрим вместе вот так а ну собственно дальше мы уже забежали на следующий вопрос это про фидбэк с другими художниками ну вот да вроде довольно много на самом деле этому времени посвятили вот поэтому давайте немножко про менторство проговорим вот расскажи чем ментор грубая может помочь давай так обобщим ну получается тут ситуация у людей у всех разные кто-то просто хочет там научиться кто-то хочет просто сменить там нишу условно пропсер там хочет превратиться в персонаж никогда вот чем я могу помочь смотрите если это просто условно будет там одноразовый созвон то в идеале вам бы подготовить какое-то количество вопросов чтобы мы не тратили ваше драгоценное время и я абсолютно на все готов вам ответить там даже про деньги спрашивайте отвечу все любят все любят все любят эту тему да если но я наперед знаю что человек хочет как бы несколько занятий ну в принципе мы можем я могу оценить как бы его нынешний скиллсет где он чего он хочет добиться и зная что нам предстоит несколько как бы созвонов ну я могу в принципе провести себе в голове и человеку донести какой у нас будет план что я хочу видеть чего бы в идеале достичь вот и и в принципе все как бы придерживаться план на самом деле тоже важный момент когда вы приходите к менту вас включается типа аналитический аппарат вы начинаете думать о типа чего я не умею чего я хочу вот и когда вы готовите грубо говоря список вопросов вы как бы себе же это как знаете как у психолога да когда это приходишь начинаешь вслух проговаривать какие-то проблемы и их потом решаешь вот здесь по сути когда вы готовите вопросы для ментора вы сами понимаете а у меня здесь проблемой вы грубо грязь структурируйте свои проблемы и тем самым это большая часть которая поможет вырасти грубо говоря вам потом вот что очень надо быть самократичным к себе прямо она здесь помогает сильно вот и не врать самому себе потому что иногда хочется закрыть глаза мне я типа это умею вроде лучше вот чем жестким хлыстом самого себя бить как бы ну лучше ничего не будет нет ничего нет ничего в этом как бы стеснительного страшного наоборот будьте открытым как бы ментор все это узнает все равно увидит колом будьте до сразу вот все нормально не стесняйтесь да это кажется прикол на что со стороны сразу будет видно и вам скажут где где есть проблемки которые стоит подтянуть так с какими с какими темами где можно прийти ну в принципе это прямая персонажка можно с пропсами с чем не надо с анимацией да вот многие думают что персонажники по дефолту аниматор нет не так я скинете ригать умею на максимально дилетантском уровне вот персонажи я вообще позирую для персоналок дебраш как бы транспорт мастером да то есть анимация не ко мне fx тоже как бы не ко мне то есть full pipeline персонажки именно геймдевный прямо тогда я спокойно и props тоже в cinematic pipeline тоже могу помочь просто этом не так до конца хорош как вот геймдевер а он линзе он в чем типа на большое различие какие то есть ну как бы да мы в принципе не в ретапом не в бейкаем все на суппорт лупах нужно очень тщательно следить за всеми скейлами чтоб displacement корректно выдавился в конечном итоге да там в движке технический заморочек как будто для меня чуть побольше чем просто забавно слушать потому что обычно когда из классического пайплайна там не знаю конь киношного или ну или около там классического короче да не геймдевного когда разговариваешь с ребятами говорят не все мы в геймдев не пойдем там столько технички мы не будем этим заниматься нет тут можно вообще забить на сетку там никто не будет смотреть ну персонажки это не касается на самом деле что сетка и там и там важно вот туда ригеры иначе потом задушат обратно слышал типа от всех коллег и знакомых что те кто пытаются позариться как бы на кинематограф говорят что потяжелее а да серьезно может что-то изменилось нет просто плане с тобой да мне кажется просто я эти разговоры помню еще лет десять назад наверное были что типа на геймдев не пойдем очень все сложно так давай да вот на самом деле важный вопрос мы как будто проговорили но около этого что может быть самым сложным и при старте вот еще человек думает типа куда мне сейчас пойти типа либо там в пропсы либо в он виру либо там фолиадж либо персонажка либо еще что-то вот если он идет в персонажку с чем он скорее всего столкнешься что будет по самым сложным для него получается то что это просто нормальный персонаж это просто нечто очень комплексная да я сейчас наверное обижу всех пропсеров разом дакину какашку короче в их огород вот но как будто персонаж это для меня получается там условно гуманоид покрытый как бы тонной пропсов которые должны ему идти дополнять его как бы формы и в конце концов они должны быть сделаны на будущее с учетом типа анимации со всей этой штукой да то есть принципе да и как будто в общем для меня персонажник в данный момент это раз хайпленная штука и достаточно сложная сложнее чем допустим про псы однозначно для меня но на инверу я не позарюсь потому что я там там свои тонкости есть вот а про остальные как бы категории особо не могу говорить но это нелегко это нелегко чтобы было короче качественно по-настоящему мне кажется тут везде нелегко если качественно везде надо запариться виталик здорово привет так да какие минимальные требования для того чтобы к тебе прийти да и что лучше значит как подготовиться получается в идеале я бы сказал что надо чтобы приходили ребята которые не совсем зеленые которые знают абсолютно уже практически подавляющее большинство кнопок чтобы этот вопрос был закрыт и мы не тратили там ваше и мое время на это по факту просто так мы зазря все пройдет в идеале чтобы это был человек который уже прогнал опять же тот же пропс или перса любого качества по фулу пайплайну до чтобы у него хотя бы отложилась последовательность действий хоть каких-то в голове и чтобы он понимал хотя бы базу но чем вы скиловие тем лучше потому что вам и мне будет как бы интереснее от этого но можете все равно не бояться приходить не буду пример называть работ на общем приходить достаточно ранним с плюсом уровнем но нужно знать как бы весь софт базовый давай про софт как раз возник вопрос нужно знать скульптить вы можете где угодно я на блендер бояр короче я не позарюсь да хоть все что угодно то можете сделать в общем ну и заброшу заброшу могу помочь за блендер вообще не знаю за макс нормально знаю но не сильно по майке получается могу подсказать что угодно мармасет сапсенс пожалуйста и последующие движки это может быть арнольд верой если мы кто-то захочет снимать их пойти это может быть всеми любимым армасет это может быть анрил это может быть unity типа в принципе ничего сложного нет вот и шо туда и что еще раз кишот умер уже никто не пользуется я никогда не пользовался кишотом мне не доводилось я вот не знаю и модели да мне просто финальную картинку могу посмотреть но именно с техническими заморочками это заброши майя как бы как основные сорта майка потому что работа дальше передается аниматором и они сразу должны иметь структуру чтобы удобно не применять текстуры бейк мы в принципе плюс-минус одних же этих же местах делаем поэтому я думаю там нет различий пей пейнтер собственно стандартным стал раньше пользовались этим мари вот но на тоже уже полу мертвые еще пользуются на самом деле там у него есть свои преимущества какие-то но прожекте там удобные были я помню я еще фиксель миксер пробовал он и близко не уровня не на миксер же он по-моему просто блендить между собой текстуры и там какие-то масочки примитивно рисовать можно ты дала где короче они вроде подавали как уже так сильно и еще мармасет по моему разрешил текстурить но короче никто из ну да чисто такое полу 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 решение давай знаешь чего перед последним блоком давай во первых нужно тебе перерыв вот если нет то можно постримить сразу показать что-то готовил рассказать короче все можно да дэм и tips and tricks запускает все сейчас все будет секунда да все есть контакт для отлично видно так ребят короче в принципе сегодня основное дэм и будет сделано на примере моего последнего перса я буду я пройдусь по всему пайплайну просто постоянные какие-то моменты которые я использую скорее всего большинство из вас наверное это может быть знает но тем не менее кому-то будет по-любому полезно может быть всем полезно фига знает вот смотрите начнем то что вот допустим я делаю перса да вот сразу я ему наперед удали лук я вот такими комплексными ассетами как лук я обычно предпочитаю работать в отдельном туле просто мне так удобнее быстрее чище как бы я вот предпочитаю это делать так вот а что я хочу сегодня показать значит пока вот вы работаете на каком-то осете вот это лук вы его допустим там уже заскульптили там фасочки подсточили кожу там сделали все у вас хорошо вот у вас скорее всего чтобы перекинуть его к full персу и заплесить куда где он там должен висеть там лежать или просто чтобы он был общей сцене вам как-то его нужно туда перекинуть это раз и в идеале чтобы он не занимал как бы много места потому что типа ну не у всех мощные мега компы и просто какая-то чисто оптимизация нужна вот к примеру бывает часто такое вот я здесь использовал слои я учета захочу нарисовать тогда проскульптить он мне вот это вот сообщение пишет у многих элементов вы можете заметить торморф да висит я то есть для чего-то использовал в общем как очистить быстро сапту есть я сегодня буду короче не рекламировать может быть но часто использовать плагины какие-то которые просто максимально экономит время нервы и все остальное первое значит это лиза утили разогнался я пока далеко не ушли у тебя я смотрел там 150 миллионов на всю модельку да и это и это еще это еще по идее там было побольше потому что здесь вот голова не финальная это сборка имеется ввиду я тебе объясню для чего потому что вот если мы начнем приближаться вот сюда вот допустим ты вот увидишь что вот на этой штучке вот на карабине есть такая штука и вот особо никто не увидит финале вот она есть вот для нее как бы требуется полигонаж кстати да блин у меня сейчас вопросы тоже возникают во первых чего у тебя за комп был недавно очень мощным сейчас не очень мощный это получается у меня райзен 9 16 ядер 32 потока ртx 3080 на 10 гигов которых мне уже не особо хватает на текстурах но тем не менее 64 гига оперативы в принципе хватает но можно забить достаточно спокойно 28 поставил да и в м2 ssd как бы да чтобы все быстро там загружалась и все остальные вот бп я думаю здесь не нужно на охлаждение хорошее на процессор потому что процессоры мощные значит горячие в принципе все я тебе шуда сейчас смотри ты показал супер мелкую детализацию на карабине приверженность того чтобы все на хай поле делать или это же по сути можно было на текстурах добавить эту штуку я привержен из того что желательно все на хай поле единственное что они делаю на хай поле это короче стичит но в плане строчку да вот это на самом деле очень сильно экономит время потому что вот представьте сколько вот на данном чуваке одежды сколько у него вот этих ложбинок под эти стичи и технически вы себе особенно для геймдева вы сделаете космическое количество геморроя если вы их пробросить и там курвой или любой другой штукой вот здесь вам абсолютно на каждом ремне особенно если это лоу полька там ну вот вот так вот будет выглядеть вам везде нужно будет подмазывать скью в мармасете или что такое чтобы эти стичи не поплыли да и это в принципе займет очень намного больше времени чем мы в пейнтере по ювишке сделайте эти стичи более того в пейнтере появился с обновлением которому там два месяца назад появился пасту просто мега имба можем на ходу регулировать там сайс то как он ткань под собой получается на нее влияет в общем там мега штука крутая единство что они пока это не сделали чтобы она работала по юви то есть приходится в общем руками но они я думаю что они сделают по-любому тут короче вопрос поступил виталика про детализацию для хай поле нужно ли совсем мелкие детали передавать на ней они на текстуринге а я добавлю на самом деле как ты вообще принимаешь решение что ты сделаешь на хай поле мелко из мелкой детали а что на текстуре логика очень простая то что чем на самом деле есть две причины которые вот в основном играть час назад перенесусь чтобы может что-то там интересное видели короче логика такая что первое чем вкуснее хай полька тем лучше просто потому что я допустим отключу отличаю там достаточно скиловых чуваков потому сколько у них замороченные хай поле во вторых если вы покажете эту хай польку в презентации на арт-стейшн это тоже будет классно все будет видеть то что вы настолько сильно могете а в третьих уже забежал даже выше второго пункта ну короче в третьих у вас просто будет богатый бейк у вас просто будут богатые карты курватуры аошки и нормала которые вам дадут как бы геймдэв пайплане очень много информации чтобы по дефолту там ваши готовые или смарт материалы отрабатывали лучше чем если бы это было там флотовая штука без каких-либо деталей да вот поэтому короче хай полька хороший это хорошо это трушно короче ты это красиво и на самом деле могу добавить что есть плюсы в том чтобы не делать мелкую детализацию на хай поле потому что но это время то есть ли персональной работы понятно вы точно знаете чего вы хотите вы можете это сделать вот типа в продакшене часто бывает так что если вдруг то есть вы сделали детализацию на хай поле потом пошли на текстуры или вам пришел на хай поле фидбэк и вам надо снова идти перри перескульпчивать в общем довольно много времени тратить поэтому иногда убирают мелкую детализацию именно текстур для того чтобы итерации фидбэка быстрее проходили а если как бы клиент или ты за это подразумевает а если как бы у вас раз мы утвердили значит мы утвердили то одну как бы с этим не сталкивается если с ним сталкиваться то за это платит поэтому все нормально все можно продолжить окей все наконец-то возвращаемся к тип сам короче смотрите у меня в общем на всей модельки я вот полистаю с обтула если чё с обтул или ставится через стрелочку вниз и вверх вы можете заметить то что на многих стоят морфы вот сто процентов на каких-то стоят слои в общем чего вы делаете вы просто заходите в клинтул утилити божественная штука можете найти там купить все дела в общем просто сначала delete all morphs у вас становится чистая модель морфы я когда удаляю морфы на зачастую на каких-то тулах комплексных там может быть там ну гиг 2 освободиться ну смотря какая у вас как бы сложность а потом байк лэйрс вот да в принципе все моделька такая ну почищенная дальше смотрите имбовая тема максимально вот допустим я сейчас хочу весь этот лук перенести к персонажу раньше я бы там делал копий пейс там есть всякие аппенды но самый быстрый для меня способ получается просто вам нужно создать сначала папку сейчас сразу будет автоматический типс в подтипсе да короче мы просто включаем мульти там транспоуз или мульти так как он называется в общем стрелочки а вы там ну видите то что что выбрано что не выбрано допустим я вот выбрал все кроме тетивы я нажимаю с этой штукой включенный не фолдер он мне говорит у вас выбранность там несколько штучек вы говорите ес вы просто там пишите любое название папки тест все у вас как бы то что надо лежит уже в папке по дефолту сразу можно отключать мульти этот мульти штуку чай проверить что там лежит чуть не держит а у кем здесь почему-то две тетивы ну короче это не супер важно допустим я вот положу это обратно и это просто удалю вот у нас все есть в этой папке далее смотрите мега кнопка называется заходите в дефолтный саптул мастер просто нажимаете копии фолдер идете туда куда вам надо в данном случае к мистеру вору вот просто опять же включайте штуку у вас вместо копии фолдер будет пейс фолдер вы просто нажимаете пейс фолдер ваш слуг абсолютно кажется обтул сюда закинется вот и почему я вначале говорил про морфы и слои потому что технически даже нет смысла при таком плане что вы работаете над тяжелыми асетами в другом тюле технически вам нет смысла сохранить морфы и лейеры потому что они ну умрут да то есть у вас морф умрет лейеры тоже умрут просто позиция мега изменится вот поэтому бы веса меньше геморроя меньше и как бы все хорошо вот смотрите у меня лук здесь папка у меня уже здесь я просто нажимаю колесико транспо сет гизма появляется ну и допустим если вы уверены уже там на финал да то начинаете плейсить уже куда-то этот лук я не помню как он у меня висел вот но вы короче начинаете плейсить его и в общем имбовая штука и даже когда вы она ну еще получается не копии пейс фолдер да а вот касаемо мульти штуки для папки вы думаете что вам зачастую там ну на проверку там лид или там уже сдачи клиенту или там для просто своей структуры чистой вам как бы но все равно может захочется папочку допустим я хочу вот эту вот дубинку которую он вырубает кого-то да я хочу вот и закинуть папку она у меня вот мусорка то есть плане меня нет папки голые с обтуловися опять же просто бравые парни до включаем розчерком там выбрали красненьким чем не надо аккуратненько выбрали там что надо вот все вроде все она вот допустим не нужен ремешок вот бац принципе его нет опять же не фолдер напишем там в по вот все у вас вся дубинка сразу как бы где надо вы ее можете так лить как бы включить выключить когда захотите вот это секунда лекс лекс это не то я не туда выйти а вот да вот и все короче можете спокойно сюда подлезть допустим как бы без соло мода что-то контекстуально подвинуть вот допустим там легкий интерсект в общем удобно и чтобы держать структуру и не мусорку и еще сразу покажу короче чуваки кто работает в майя просто мега тема получается умный человек очень вот придумал и что же покажу в этом арт-стейшене придумал джен короче зебраш моя экспорт импорт вот вы его покупаете и счастье у вас как бы безграничное потому что вот допустим я вот захотел сделать какой-то ему нордский ремень обычно там знаете ремень поверх ремня что я делаю я просто беру откатываюсь там на нижний садив вот смотрите просто некий гаузик который там влагают там иногда и что-то просят просто экспорт нажимаете прыгайте в майку импорт нажимаете у вас все на месте за секунду работает к тяжелым мешок легким за секунду потом смотрите допустим мне нужно взять новый ремень выдрать но я вот отсюда возьму вас там сюда сюда отколотили экстракт на ли выдвинули экспорт обратно прыгнули повысили садив импорт все у вас все на месте кризитами кто как работает допустим второй криз динамик посмотрели здесь просто взяли там почистили убрали раз-два-три ну короче очень почистили допустим слишком плотно там приняли можно куда не надо но тем не менее поставили там один средненький суппорт приняли и я с мышкой работаю да потому что у меня микрофон перед носом стоит и начали там скульпсить что хотите там раскульте складочки в общем все дела вот это очень быстро и с хардсерфисом с чем угодно помогает работать и более того эта штука сохраняет короче кризис и если вы на них работаете в общем это мега крутая штука так здесь вопросик поступил давай ты можешь пока водички выпить почему хай поле лук надо плейсить на хай поле они на упрощенную версию бейксы же будет лук тот что на отдельном саптуле они тот что на спине согласен я тоже бейкую когда он выставлен типа идеально центрованно потому что его просто тупо удобнее ретопать и просто потом отмиррить как минимум вот это в данном случае я сделал я вообще вообще если бы я бы делал для себя я бы оставил действительно тот под бейк но чтобы у меня была финальная картина то есть я получаю фул качество саптул который я вижу и он мне нужен для максимальной визуализации персонажей до . он как она контекстуально смотрится то есть то же самое я дубинку буду бейкать которая у него там будет стоять где-нибудь там в этом сверху головы посередине вот так вот да но я и сюда за плейшу что просто видеть насколько как бы она как бы контекстуально классно смотрится вот принципе все да вроде ответил да смотрите получается дальше будет побыстрее я не знаю долго или нет стараюсь быстро вот у многих опять же персонажников очень всегда стоит вопрос как чистить меж из марвелуса в зибраше я постараюсь максимально быстро показать можно потом будет наверное в записи это все посмотреть рассматривать по времени все нормально артем как раз пришел крит здорово пацаны здорово пацаны сейчас он будет смотреть как ты делаешься ты будешь ошибаться нет смотрите я взял какую-то итерацию там штанов какую-то там не знаю которая у меня была сохранена наверное не финально неважно получается вам нужно заполишить какой-то из этих объектов элементов я покажу пример на ком-то просто простой части штанов смотрите 90 процентов кого я знаю почему-то экспортит из марвелуса не сшитые короче куски чтобы у них работал автогруппа чтобы у них одна полигруппа разошлась на разные полигруппы в этом абсолютно нет смысла то есть я предпочитаю типа все смёрженное есть магическая кнопка под названием полигрупп из юви когда мешка тяжелая я не знаю там particle distance был там 5 4 3 в общем мешка достаточно комплексно тяжелый нужно чуть-чуть подождать не должно вылететь и просто он юви координат шейлов которые вас по дефолту из паттернов на стадии сшития образовались он сейчас все разделит он должен вот надо подождать немножко как раз отдохнуть артем грики чё без пива что говоришь артем грики чё без пива ну я я пока с водой потом уже часто бегать в туалет придется просто окей окей хорошо это он хочет у меня все плохо получилось короче это ладно смотрите допустим я вот ему хочу вот штанину именно которая поверх из более плотной кожи заполишь и заполишь побыстрее мне как раз когда-то там работник артема подсказал один способ а потом мне другой человек подсказал как его усовершенствовать я вот покажу вам самый быстрый смотрите короче вы берете нужный вам кусок допустим для демонстрации я возьму получается вот такой вот с даблом штанину как бы нашивку поверх штанов можно вот это вот удалить да вот потом короче что мы делаем что мы делаем мы берем на поле группы делим я вот понимаю что штаны наверное логически сшиты что вот у них здесь шов как бы наверное так короче что мы делаем берем на крис level 15 180 tolerance бахнули крис у него как бы наверное не знаю на стриме будет видно или нет него по бордеру в общем есть крис это чтобы она не сглаживалась на краях вот так кстати никогда не делайте следите потому что здесь у меня гармонт вот не дошел до конца и проблемы сейчас при ремеши будут но скорее всего может быть все будет нормально короче смотрите поставили крис на 180 потом просто заходим в раздел маскинг где он там я уже не вижу вижу ничего здесь не они нажимаете просто маски фичерс вот а нет нет секунды я зашел чуть раньше вперед короче кризис поставили вот как раз таки сглаживаете пару раз и видите то что у вас краешки как бы не плывут все ок вот потом уже нажимаете маска байфичерс у вас появляется маска ее можно посмотреть в инверте чуть разблюрить просто вот эту триангуляцию если она видна пару раз полишнуть неважно двадцать тридцать один хотя бы ставьте полиш нормально работает откатитесь на еще раз на один сабдив еще раз там полишните все у вас ок потом все нафиг это сбрасывается и теперь магия которая особо и почему-то не очевидно замораживаете короче сабдивы у вас вот третий сабдив за стоит вот заморозили он у вас откатился на первый он об этом не говорит но откатился заходите в зеремеш и ваша цель сейчас получить просто относительно нормальную квадовую топологию чтобы можно было как бы скульптить я руку потешу извините вот короче вот допустим я там хочу внутри тысячи местных полигонов а у меня есть полигруппа они мне нужны я ставлю keep groups обязательно полиш короче убирайте в ноль потому что там может поплыть бортер и адаптив сайз я ближе к нулю двигают допустим там 15 20 сайте чем ниже адаптив сайз тем больше зеремеш постарается короче квадовую сетку ставить вот у нас если что так для информации просто прошел час я так иногда сообщать буду окей хорошо мы в принципе вообще в графике идем как марафон да все смотрите у нас на зеремешнулась просто для скульпта подходит ни для какой анимации ни для чего не подходит но короче для скульпта подходит вы просто нажимаете кнопку анфриз и оно у вас само обратно возвращать на третий левел и она сама перепроджекчивает и у вас теперь уже квадовая сетка с абзивами и все у вас как бы хорошо можно скульптить даже вот здесь вот вроде нормально да ну если это вы как бы она будет под ремнем как бы не будет критично потом все равно все там в ритоп эти в бейкать если геймдев короче все у нас чуть не хватает полигонажа там пару раз за сабдив все все нормально сетка плотная и наверное этот быстрый метод очистки самый рабочий особенно для работы тавтология в общем смотрите у вас разные полигруппы что вы делаете вы хотите получить толщину у вас уже есть сабдивы панел лупы не сработают толщина там q-меш или этот экструкт экстракт в зимоделлере тоже не сработает опять же придумали для зебры такой плагин экструд кипсабдив что вы я вот знаю что допустим для меня идеальная толщина 007 она зачастую в нормальном скейле работает я просто нажимаю это вот да смотрите у нас появилась толщина и вы как раз можете прозреть то что grow step это такая прикольная штука что она от толщины отступит два раза вы можете отступить как бы я советую отступать хотя бы минимум один если никто никогда не увидит заднюю часть короче этого меш если видят то вы просто выключается короче оптимайз и у нас просто делать full толщину в общем я здесь сделал степ 2 и все как быстро поправить то что безумно острые фаски на одежде ну смотрите просто выбираете фронтальные полигруппы и задние которые появились бортики у вас остаются маскируете их обратно выходим с обтул наверное может вниз чуть скатываем инвертим чуть блюрим раз полиш два полиш три полиш и смотрите у вас полишная штука получается и у вас по дефолту из-за полигруп это разные панели и у вас получается органический шов который не нужно чертить дем стандартам или любой аналогичной кистью вот и вы с ним можете уже работать и творить другие вещи но для начала у вас будет муфта по лоджикал работать хорошо вот и во вторых у после этого в большинстве одежды вот окей там обычно опять же таки викингской тематике допустим окей вот раз-два и вы это все скрепляете какими-то стичами но в большинстве случаев как бы просто правильнее сделать взять и панельку одну подвинуть под другую а другую чуть-чуть в нахлыст или там настил я не знаю как кстати вот у меня недавно проблема выскочила вижу то что последнее время оптопа лоджикал что-то у меня не то чуть-чуть тянет короче какой-то полигон ну ладно это не об этом в чем вы одно наложили этой на бейки скажется прикольно и уже поверх будьте добры там пройдите какой-нибудь кистью то есть помимо того что garmin на garmin населился просто уже пройдитесь там как бы там полигонаж можно повысить вот пройдитесь уже и мышка если что делаю стандарте к мысим и у вас получается какой-то плюс-минус удобоваримая базовая штука дальше уж там скульптите перескульптитесь детализируйте все у вас будет хорошо вот это быстрый способ очистки насколько я знаю самый быстрый окей здесь по хай поле показал прыгаем короче в лоу полю смотрите значит паритопа просто пару советов для ребят которые там лишний раз сомневаются сейчас секунду посмотрю вот это опять же штаны уже моего последнего персонажа здесь можно видеть я сейчас сеточку сделаю вот такой и и сглажу чтобы получше было короче два вопроса которые почему-то до сих пор людей возникают в общем первое боятся ли треугольников нет не бояться вы можете увидеть то что в местах сгибов помимо того чтобы колени вот где как бы бедра втыкаются там таз просто уплотняйте лупы и я вот там спокойно нарезаю ну топологию так чтобы она выдерживала шейп складок да вот потому что первое это будет правильно на вас просто тупо отобьется лучше а второе допустим если вы там не триангулируете какой-то спорный полигон допустим вы не триангулируйте у вас складка идет условно вот так вот мармасет или сапсан с вами триангульнёт в обратную сторону и вас потом под определенными углами будет залом и это будет короче плохо поэтому триангулируйте потенциально опасные полигоны уплотняйте лупы на персонажах там локти шея плечи колени где голень уходит в ступню таз в общем то что надо уплотнять это мега база но короче почему-то у кого-то называется дальше по-быстрому показываю определенный момент бейка опять же мистер артем дарохин при этом еще раз мне все время об этом сказал я по сей день это пользуюсь и понял то что в идеале короче ребят бейкайте настоящую трушную хайпольку вместо децимейта обычно децимейт чтобы там был легче об чтобы он там быстрее подгружался быстрее подменялся все дела но как бы если вы топите за качество то как бы желательно бейкать хайпольку и это максимально критично 1 на хардсерфесе а я сейчас покажу почему и второстепенно критично на таких поверхностях как ну кожи да у человека или у крича без разницы значит по поводу хардсерфа сейчас я покажу я подготовил сцену смотрите получается я очень грубо и быстро сделал вот такой вот не знаю что это лего блок назовем его какой-то есть просто получается на 16 и на 3 2 соответственно в настоящих трясах динамеши и есть получается триангулированные типа легкие выглядят они отсюда плюс-минус одинаково вообще разницы нет но на бейке она будет сейчас быстро лоу поле покажу лоу поле там нет смысла смотреть но просто базовая сетка не смотрите здесь на ювишку она кстати если бы к ювишке вернуться я забыл бы им сказать на персонажах неважно сейчас вернусь не смотрите на эту ювишку короче суть в чем разница будет между бейком с хайполь и бейком зимой то на хардсерфисе вот еще открою сцену смотрите у меня есть папка hp hp дец не смотрите вот на этот ужасный там скью вот здесь то что она поплыла до этом мы смотрим именно на больше на шейты на какие-то артефакты и вы можете заметить я очень 100 двину вот раз вот два вот здесь вы можете заметить особенно с металличностью то что вы здесь почему-то появился вот такой темнючий артефакт допустим не из-за чего да при том что это вот децимейт версия с назад откачусь что просто так лить как бы эту штуку вот вот здесь артефакт вот здесь можно посмотреть сейчас свет переведу появляется какая-то темная штука с какими-то кусочками в общем что-то в общем такое неприятное да поэтому просто избегайте децимейта если у вас там позволяет время больше подольше за экспортность файл и особо больше ничего но компьютер чем нормальный чтобы подгрузить это форма сет можно на разные сцены разбить чтобы облегчить как бы процесс то бейкайте пожалуйста хардсерфис хайпольки и кожу тоже потому что там поры они триангулируются забиваются и просто не будет такое трушное качество на бейке как она могла бы быть в общем да и быстро откачусь к ювишке значит на персах этот тупо перфекционизм но на работе у вас как минимум потребуют и не смотрите здесь шесть дырки потому что какие этому как быть экструрном асету принадлежали еще какие-то маленькие там кнопочки я их удалил потому что мы на штаны будем смотреть дальше но в общем у вас старайтесь выпрямлять шеллы особенно ну это супер база но в общем на ремнях и просто вот даже вот на допустим вот что это штанина да вот я у него бордеры какие-то выпрямила но ну будет сразу лучше паковаться и таким образом вы сможете достичь как бы упаковки плотностью там 80 процентов там и выше да вот по текстуре я даже еще добавил что шеллы ну типа упрямляют чтобы не было алясинг потом не лез ну при бейке да и если вы будете делать лоды и коллапсить будете допустим там где будет юви разрез то если у вас он выпрямлен то скорее всего у вас текстура не выплывет если повезет а если он будет у вас под каким-то наклоном то сто процентов будет неплохо если вы заколапсить какой-то там вот такой вот если у вас будет при этом вот эта полосочка она будет вот как здесь неровная да вот поэтому тоже можно иметь ввиду пока далеко мы не ушли ты показывал бейки типо здесь мейтом на хардсерфе и я понимаю что они возникают проблемы в основном ну типа рядом с переломом переломами плоскостей да да наверное здесь да ну как бы знаешь как будто вот это еще такой ну лайтовая как бы то есть здесь нет особо супер мега проблем шейдер есть но как будто знаешь там раз на раз не приходится и бывают такие случаи что там просто вот прям намного более темное пятно из ниоткуда ну чем вот это так еще и не смотрите вот на это весь ужас как бы здесь демонстрация не получится это исправить если маскировать грубо говоря все углы ну все фаски до отмаскировать и диссимировать только на плоскостях широкую маску сделать мне кажется то что условно это будет еще дольше то есть в плане так вы можете как бы наголую выгружать как бы кайп ольку условно для диссимейта вам нужно сначала там при компьютер или при компайл потом диссимейта так ты еще будешь под определенные ассеты это все маскировать и как бы если нужна скорость то мне кажется анти метод на мой взгляд вот так в принципе все поехали в substance я его придется его открыть потому что он на не открыть что там сколько на человек смотрит сколько человек общие просмотры 52 сейчас конкретно смотрите получается возьмем голую вот эту мешку штанов а сейчас я поправлю чуть для удобства в общем базовые типсы на бейке кстати еще зачастую не знаю поправили нет я по-прежнему это соблюдаю бейкать и если вы любите марма сет все там кроме позиция позиция прямо берете и смело печете вот ставится здесь вот так и позиция печете смело слову полики на лоу полику юз поле меш из хай поле меш там разрешение которое вам надо там допустим 2к вот антиалязинг тоже какой хотите и потому что если было такое часто у меня сталкивает встречалась что если у вас позиция из марма сета то именно генераторы некоторые выдают артефакты там какие-то вообще ну мега странные поэтому вот здесь шанс лоу поле на лоу поле дальше наперед советую сейчас где вы там будете рендерить что марма сете что в анриле выбирайте себе там color preset или лут как хотите называйте в май он тоже уже отец по дефолту в общем вот ставьте отец унифицированная штука раньше он был с костылями его нужно было включать час просто вот ну adobe сделали в общем просто вот function от с выбирайте пожалуйста какую-то нейтральную hd райку вы допустим моем случае вот мне нравится наверное кто-то ее там этот сейчас она погрузится у меня там окей окей сейчас так на единицу поставлю секунду вот если блюра я уберу вот наверное кто-то знает эту из и райку в общем да я вот работаю получается мне нравится такой плотовый серый цвет где-то обратно я еще вот тоже мне говорили я это принял очень по дефолту фишайный focal length и короче ставьте там там 35 40 50 вот я 45 поставлю вот просто чуть более ортографичные мне для персов как бы так намного больше нравится остальные настройки тут нет смысла говорить они за тропик ставьте на максимальный чтоб под углами там текстура не было и по поводу базового этого шейдера ну выбирать какой нужно сопасти безопасности а здесь вы вставьте там medium high потому что даже на мощных машинах в риха и ультра зачастую особенно когда пару там хороших слоев там на текстурных соток сделаете будет усиленную включить мешает замедляет я обычно для раз ставлю максимум тип просто вы влияет очень сильно на рафтность на самом деле вот это колите окей 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 хорошо смотри получается я здесь это показал базы настройки сейчас я перейду в сцену которую я вырвал с процесса текстур опять же тех же самых штанов и просто скажу то что нужно учитывать периодически идеале постоянно это знаешь как базовый этикет человек раз прочитает нам все выписал чем как раз мы по закрываю пока вот получается штанцы это не финальная итерация но в общем значит какие я часто вижу ошибки на работах которые каждый не выходит на арт-стейшн значит первое не могу отличить неважно там кожа это как в данном случае а просто материал один от другого то есть в данном случае вот как раз еще был челлендж то что здесь получается раз кожа два кожа три кожа и четыре кожа да и вроде как они по филу немножко здесь должны отличаться в помощь вам как бы опять же игра с рафносом везде должен быть желательно богатый рафнос в принципе вот как бы да просто старайтесь не делать так чтобы у вас материалы не читались друг от друга в общем это супер база потом не надо все отводить на процедурку вот здесь опять же ручного труда еще маловато я бы сказал что практически нет в общем смело 20-30 в идеале 40 процентов текстур на финале хотя бы делать ну немножко руками то есть это значит самое первое просто возьмите сначала это градиенты да то есть можно опять же делать поверх стака слоев то есть допустим есть black leather corset leather dry leather soft leather там я уже как уже только не называл но в общем просто делаете допустим фил там с какой-нибудь грязью можете это сделать там через позиция через фильтр позиция чтобы какой-то градиент то есть условно к низу у нас темно сверху у нас светло это такое супер базовое правило но не супер критично и дальше можно даже вот еще супер тоже база можете обычный paint layer хотя он как бы не такой хороший как фил потому что потом нельзя будет поправить в общем вы просто ставите голый слой в overlay выбираете там любую кисточку и не знаю там пускай это будет дёрт вот и просто в местах протирания допустим на коленях там сейчас он подумает первый раз любой твик будет немножко долгим потом нормально сейчас как раз друг на остальном вот потом это будет с ремней убрать как бы там не так должно это все быть и сейчас это мы все делаем это очень грубо но вы допустим там на получается за коленями может быть немножко где голень такая в ступню на локтях обязательно можете что-то подвыстрелить просто допустить опасите и у вас по дефолту будет нужно сделать тщательнее аккуратнее конечно можно чуть равна сам поиграться с цветом даже просто одного поинта в overlay уже хватает что били в билити да в неком роде повысилась у вас получается это также еще подходит можно также делать в overlay или не overlay как хотите да я самый простой способ говорю подразумевать то что некоторые объекты допустим вверх плечей капюшон если у вас он не есть вверх груди вверх спины и допустим верхняя часть фронтальная бедер она тоже от солнца выгорает как бы ну здесь смело можно как-нибудь чтоб она под выцвела текстура потом получается что это пользуешься чекерами какими-нибудь там металлов для альбега или у тебя на глаз уже все работает весь пибер пибер валидатор зачастую пользую именно знаю когда есть очень черные элементы вот но я знаю что нужно протестить потому что обычно черный когда водишь вниз тогда он будет ругаться вот в принципе только тогда я использую вот так секундочку я у меня уже просто много говорю а вот еще самое палево часто у большинства народа даже уже опытных чуваков короче все обожают курватуру просто неважно там metal edge where какой-нибудь генератор или просто курватура или вообще что угодно связано с курватурой вот еще супер мега базовый совет почему-то они не знают люди выключают слои иногда поодиночке вот просто возьмите зажмите левую кнопку мыши проведите вниз у вас все разом отключится вот удобно быстро хорошо ваксе можно увидеть то что как хай поле влияет на бейк да то есть это вот голая голые штаны без ничего вот и это был в будущем будет бонус так получается допустим давайте просто по посту зальем там любым цветом штаны дадим повыше раф нас и потом еще раз там посветлее каким-нибудь там любым цветом целях демонстрации с эти удобная штука тоже не так давно в принтере появилась когда ты можешь на канале нажимать с альтом на на color например и у тебя все остальные отрубаются да 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 мне кажется на давно да вот так очень удобно сделать все так потом получается любимый металл эжевер где он там вот он да и вот у вас такая картина получается когда залито все и это многие оставляют это палец что на хардсерфисе что вот просто на забейканы каких-то тех же ремнях это прям просто ну плохо заходите и либо пейнтом разбиваете все ручками как хотите да то есть можно там ну если у вас есть время и желание разбить и так но самое просто имбовая дефолтная добавьте сверху fill добавьте мультиплай выберите любой гранж который вам нравится ну который конечно будет подходить от ситуации да ну допустим я вот пофиг под возьму тоже еще раз наберу дерт пускай это будет там ну не знаю там вот такой вот и может посмотреть в маске то что она ну разбивает и у вас даже вот дефолтный серфис уже здесь конечно сильновато можно чуть подослабить или тайл там подкрутить да но у вас серфис уже будет ну смотреться просто получше потрушнее если можно так сказать очень сильно упрощаю но суть понятна в общем не надо флэтовую суперкурватуры роста надо с ней поработать так и последняя такая базовый тип с абстенса тоже можно сделать голый слой у многих возникают вопросы как что короче иногда у людей хайд информация подмешивается вышестоящий слой сейчас я в принципе покажу не займет много времени допустим вот любой там возьмем фабрик канвас пускай это будет до фабрика мост крест вот какой-то смарт материал значит там цвет какой-нибудь не такой не такой сделаем вот 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 у вас есть хайт инфа смотрите вы поверх взяли еще вот сразу после нее какой-то смарт мат закинули сейчас он перепишет все да у него там своя хайт инфа смотрите получать сейчас я символю получается какую-то какой-то случай удалим сейчас так так пускай у него будет свой цвет короче вот мы в этой масса смотрите у нас получается есть первый слой его сейчас будет слой который мы допустим хотим выбрать ремни и там написочник если можно так говорить если у вас там мадишка есть хорошая нормальная вывод взяли выбрали и вы можете заметить то что инфа инфа ниже стоящего слоя смарт мата она короче сюда подмешалась то есть а мы хотим чтобы остались прям тупо полосы которые дает вот этот материал что мы делаем просто если быть очень простым то просто зайдите в канал хайта и в канал норма на всякий случай и по дефолту большинства этих слоев папок стоит linear dash потом где-то здесь до поставьте просто вместо linear dash normal вот я сейчас все будет хорошо она перепишет да вот она просто переписывает и все и не будет у вас ошибок не будет геморроя уже понятно что там паттерне настроить и вы там этот тайл там как хотите там налево на той rotation точнее вот еще хотите то есть она не будет подмешиваться просто поменяйте в канале хайт или нердаш на норму может быть еще в канале норму поменять там по моему такая ситуация нмдт тоже на норму оставьте и в принципе по текстурам базовым советом это все и финальная часть презентационная я здесь показывать ничего не буду я просто скажу самую главную ошибку когда ребята доходят до стадии уже позы и рендера вот значит первое просто потратьте время нормально на позу профит бэйдж с кем только можете посмотрите там анатомические референсы чтобы у вас просто руки или ноги стояли так чтобы персонаж там не падал чтобы у него там что-то не выгнулось там в другую сторону это раз и основная проблема которая вижу вообще тупо постоянно даже не у самых там зеленых чуваков это то что работа недосвечена вот я сейчас покажу секунда вопрос по позам есть какие-то не знаю базовые которые вот можно типа завязать и они не будут крымжово смотреться и ну и выглядеть будет хорошо да вот просто вы берете там не а позу да а вот чуть-чуть ставите человека руки ему пониже ставите чуть-чуть ему поворачивайте торс проворачивайте у вас получается что голова сюда тело сюда а ноги тоже куда голова и это вот самая базовая поза которая вот пойдет она в принципе если она должна быть контекстуально от концепта но вот в принципе здесь не особо и далеко ушел на последнем последний раз да как бы да а теперь касаемо проблемы то что вот где-то я видел вчера там девчулю сейчас секунду попытаюсь но вот это вот в кожу секунда это куда вы кроните а то я уже а вот это вот короче этот смотрите недосвет самая большая проблема просто даже если вот у вас видно что чувак поставил себе ночную там вечернюю hd райку он хочет передать там вечер ночь это не играет ни на что просто все равно достаточно нормально подсветить и персонажа качественно чтобы ваш скульпт ваш ваша текстуры не пропали никуда зря я вот здесь ничего не вижу я не понимаю сходу хорошо или плохо окей я лесну дальше вижу то что новая жди райка посветлее но мне все равно в ее ее правая сторона наша левая она темновато я нифига не вижу там ни книгу ничего не вижу да вот и скорее всего вас просто выключат пойдут дальше смотреть или не захотят полистать дальше вот при этом что ну ну чувак видно что где-то старался как бы да прям вот то есть вывод такой когда у вас есть там светлый hd райка или персонаж стоит там в поле до условно которые солнечным светом осветляется там вообще точно не должно быть не до света но он там тоже бывает я это вижу а и но даже когда вечерняя штука просто вот постарайтесь все это сделать чтобы ваша работа не пропала зря и на этом в принципе я вроде как все было было на самом деле но для меня местами чё-то там непонятно когда все брошите сделал вот но реально очень быстро получилось про подачу да сейчас переключусь закрытой экрана смотреть про подачу довольно частая история да понятно что иногда люди там светом могут скрыть какие-то недостатки свои там ракурсом поворотом и так далее но частая проблема что вы проделали большую часть работы и получилось даже неплохо и подачей просто все грубо говоря вот вы 90 процентов работы сделали классно и у вас минус 30 процентов сразу отваливается из-за того что вы просто плохо подали и даже больше да есть там еще я тоже постоянно про это говорил всякие приколы там как сделать превьюшку на растаешь не да чтобы она притягивала внимание сразу и там делать ее контрастной до чаще всего лица там надо крупно делать показывать вот или какие-то детали интересные ну там какие-то яркие контрасты на которые хочется сразу кликнуть посмотреть вот и да это отдельная тема про подачу она прям супер важная что можно сделать классную работу закинуть на стейшн и на нее просто никто не крик все так все так надо это когда очень мало усилий остается ребят ты уже там миллион раз там сделать и рации там 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 уже работа особенно персонально идет уже там 3 4 и выше месяца так думаешь я ее просто закончу но технически я советую не на одном этапе не делать не давать самому себе компромиссов то есть типа чувак ты проделал большую работу зачем ты захочешь ну пока 5 все свое время и труд ну как бы напряги мышцу либо иди отдохни потом приди обратно либо ну соберись и как бы соберись тряпка и ну заставь себя сделать нормально все вот не надо руинить каждым этапом еще последним этапом для на самом деле любым этапом то есть не делайте себе компромиссов не на одном этапе потому что так ну только так получится финальное хорошее качество все есть ну по любому мне кажется тут неважно чем ты конкретно занимаешься каким разделом типа геймдеве всегда есть к это работаешь над каким-то чаще всего персональным проектом понятно на работе тебя мотивирует и много другие вещи есть провалы типа в работе вот то есть ты вначале делаешь тебе кажется классно обычно так они блокал там или около хайпольная какая-то штука и ты такой весь на инспирации вот а потом внезапно когда у тебя перестает что-то получается ты провалишься вот в эту вот яму да и ты не хочешь да ничего не хочется делать ты не знаешь к чему подступиться вот и не знаешь как бы с чего начать у тебя в голове хочется надо и вот это и вот это и вот это поправить и все эти опускаются руки ты не хочешь ничего делать но я всегда говорю что потом если вы просто тупо вот просто машинально продолжите делать несмотря на то что у вас нету мотивации нет желания это просто закон вы если продолжите делать у вас постепенно вот это вот вы начнете выбираться из этой ямы и вам снова начнет нравится особенно когда вы переходите на следующий этап и у вас очень круто да если вот как никита сказал вы не даете себе слабину на какой-то этапе вот то вам ваша работа начнет снова нравится и вы его вот на следующем пике закончите вот и небольшой еще есть провал в конце вот когда вы как раз готовить ее к выкладке потому что вы вроде как уже все закончили то есть вы уже практически ничего не делаете с вашей работой вам не нужно просто красиво оформить упаковать и все и выложить иногда вот в эти моменты поэтому отсюда вот плохой свет плохая поза все что вы делаете в конце вот и тут нужно либо сама мотивацией заниматься либо действительно кому-то обратиться кто сможет пропушить грубо говоря скажем так сейчас что-то еще было у кого я вот вспомнил потом скажу у нас буквально пару пунктов осталось есть у тебя идеи сделать курс не знаю или начать стримить что-то или вот как какой-то контент готовить дополнительно курс точно нет я пока в этом ниже для себя смысла а вот в принципе следующем году планирую сделать тутеры на ютубе пока не знаю на каком языке но в общем просто будут какие-то ролики там не знаю как будет длительность зависимости от проблемы которые решают скорее всего заброшу вот ну вот короткие тутор чеки на ютубчике прикольно спасибо есть что-то или может быть посоветуешь на самом деле ребятам какие игры посмотреть возможно у тебя какие-то есть любимые в плане персонажки ну кроме от кора конечно и не на самом деле плане персонажки именно как что-то мега качественно сделано но в принципе в определенных игры достаточно все хорошо сделано но именно чтобы было прям мега персонажка я вот так сходу не могу сказать потому что я сейчас даже играю вот году вар рагнарёк я все равно вижу как ремни клипаются в тело кратоса да там как бы я я вижу как поплыла ювишка я ошка на наплечнике допустим то есть она в мега триплее где гросети сидит да там ну там явно видны косяки вот поэтому это на камень оптимизации это понерфли просто уже потом график после патчей и но именно просто те игры которые мне тупо визуально нравится это получается были когда-то ассасины до египта вот включая последнюю французскую этот момент мне очень нравилось потом я люблю просто боевер то масс-эффект и dragon edge вот прям люблю люблю dragon edge неважно там что 2 кому-то не понравилось inquisition местами тоже кому-то раз мне вот все там нравилось как-то все классно и я вот это можно сказать что это были рпг-шки не беря ассасина и вот я еще люблю слышали это либо devil my cry либо тот же годов вор я все абсолютно части которые были там еще с playstation 2 я прошел вот как бы такая движуха и я думал что ты назовешь чарты вас то вас или там у меня не было у меня не было 3 4 плойки да то есть у меня была вторая сейчас есть пятое и поэтому я в планах да но я 4 4 на пока прошел поэтому там же крутая персонажка мне не надо вот ты хорошо сказал типа ноти-дог это потрясающе типа уровень графики оптимизации то что они могли выдавать на playstation 4 и даже на третьем в свое время в ластухи или в uncharted это типа да наверное да я сказал что потолок это нотики и зачастую каждый раз когда гташка выходит она задает новый новый стандарт чего-то хотя вроде бы не не что-то супер одно крутое но разом все настолько хорошо сделано что на вызове впечатление не всегда еще нравилось четвертой части там короче у них движки и фария или какой-то физик стелку дача сблишь да в gta 4 части то ли фария то ли каскадер что такое уже не помню в общем там но когда он стреляешь в них и они там ну прикольно падают этот . или как ты сбиваешь на машине как тебе кстати ролик гташки который вы улучшили мне нормаз не было чтоб я прямо прифигел но прям ну твердо хорошо с плюсом с жирным потрясающие волосы заметил что как будто идет перестройка будто тут не плашки какие-то там уже там алимбик или там я уже или может трушные волосы если они там совсем офигели я не знаю мы варим подарили же есть вроде трушные волосы еще раз ну в анриле есть возможность типа я не же даже физикс есть какие-то какие-то игры которые уже использовали эти волосы не знаешь или сейчас все плачет на все что продолжают делать то что сыграют кодички пока двор но он вышел год назад но там все на плашках да то есть даже мега борода кратаса как бы поэтому и у алла и в хорайзоне типа да вот как она еще была первая даже часть 2017 году типа там все прифигели что на прическу 150 тысяч полигона тратит рисов тоже все плашками да то есть как бы 100 процентов последнего проезда не тоже да 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 тоже не у него же косы прям такие вот которые но так это что я плашку забиваешь у тебя брейд получается типа по моему по моему еще да можно привести пример что тогда когда включается знаешь это твои медиа физик забыл для hair works в том же из маке в 15 году да вот окей там типа не плашками но вот так вот сходу короче тяжело назвать но она есть и вот гтаж как будто она вот прям на поток встанет поэтому нормально интересно будет посмотреть то ли пишет эйфория ага они ее выкупили по итогу теперь в других и играх такого нет и сама программа только старая версия айфория честно говоря даже в курсе это такая прикольная физика тела она даже учитывает что там тысячу ака попал и он может там взять на курок нажать и просто там но там пистолет выстрелит там землю пошел коробит без мата вроде бы по всему прошлись вроде бы да да в общем да ребят будем тогда прощаться посмотрите ссылки в описании к видео там есть ссылки сразу на никиту если кто-то надумает вот так записываться вот списывайтесь договаривайтесь спасибо что пришли у нас готовится ближайшее время еще несколько интересных стримов уже запланировано вот поэтому обязательно пока сидите поставьте лайкосы на видео поделитесь с друзьями персонажниками или кто хочет влиться в эту историю ужасную гендевную вот спасибо что пришли спасибо что будете смотреть потом в онлайн в оффлайне всем хорошего вечера у нас уже сколько нас время сейчас у нас много у нас